Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые коллеги, голосование запущено. Напоминаю, что голосование происходит на странице эфира. Принимайте активное участие в голосовании. Буквально несколько секунд. Продолжение следует... Голосование продолжается. И результаты получены. Вот замечательно. У нас очень прогрессивные люди, судя по всему. И у нас большинство пациентов получат такие курс химии лучевого лечения и операции. И приблизительно столько же получат от Алина неодеванцев, что здорово. Теперь останется только понять, почему именно так у нас все получилось. Давайте посмотрим на рекомендации. Я напомню, что на самом деле местный рак прямой кишки – это очень непростая история, потому что у нас есть три большие группы пациентов. И на самом деле рак прямой кишки – это не одно заболевание. В зависимости от того, где находится эта опухоль, верхний отдел, средний или нижний ампулярный отдел, у нас абсолютно разные могут быть прогностические группы. Мы с вами все помним, что самое важное с точки зрения оценки рисков рецидива – это наличие инвазии в мезоректальную фасцию. И если мы посмотрим с вами на верхний ампулярный отдел, там между стенкой кишки и фасции есть достаточно большой промежуток. Мы с вами хорошо можем определить, где находятся границы опухоли и даже увидеть лимфатические узлы регионарные, где они располагаются. И чем ниже мы спускаемся, тем эта прослойка становится меньше. И в самом низу фактически отделить стенку кишки от мезоректума практически будет невозможно. Здесь в этой ситуации пациенты, как правило, подлежат самому интенсивному лечению с точки зрения прогноза. Именно поэтому у нас получается, что внутри одной группы пациентов есть три большие подгруппы. На этом у нас не заканчивается выбор. Кроме того, что мы должны с вами определиться с предоперационным лечением, у нас есть вполне четкие рекомендации по адюванту. И тут тоже все очень непросто. Мы должны ориентироваться, по идее, по рекомендациям на патоморфологическую стадию. Причем, если у нас есть с вами для рака ободочной кишки вполне четкие рекомендации о продолжительности лечения в зависимости от стадии, то здесь все намного сложнее, потому что в ту же, например, в ту же группу ID, где мы определяли три месяца или шесть месяцев адюванта для колоректального рака, пациенты после химио-лучевого лечения с опухолью прямой кишки просто не попали. Поэтому сказать, какая продолжительность правильна, это довольно сложный вопрос. Тем не менее, мы точно знаем, что есть группа пациентов, которые вроде бы не нуждаются в адюванте. Это группа с полным патоморфологическим ответом. Один из крупных метаанализов в 2012 году. Более 12 тысяч пациентов, которых был полный патоморфологический ответ после химио-лучевого предоперационного лечения, было показано, что фактически какое-либо преимущество в адюванте в этой ситуации мы не получаем. Эти пациенты, которые, в принципе, скорее всего, не нуждаются в адюванте или как минимум точно не нуждаются в адюванте с оксалеплатином. Для всех остальных пациентов у нас есть несколько исследований, которые показали, что комбинация оксалеплатина имеет смысл. Два положительных исследования, ADOR и КАЯ-04, где использовалась комбинация Фолфокса против схемы МИО. У пациентов с проведенным уже химио-лучевым лечением показали прибавку в общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования. Тем не менее, у нас есть два отрицательных исследования, исследование Кроникл и ПИТАК-6, где Кейпокс сравнивался с наблюдением или с капицитабином. И здесь у нас вроде бы не получена разница в общей выживаемости. Чем эти исследования принципиально отличаются? Если мы посмотрим с вами на выполненную законченность правильного полного цикла адюванта, то оказывается, что в отрицательных исследованиях мы имеем фактически половину пациентов, которые смогли до конца завершить запланированный курс адюванта. Это довольно известная проблема, потому что те пациенты, которые прооперированы, они а. могут иметь осложнения, б. они хуже переносят химиотерапию, чаще становятся некомплоентными, и мы зачастую не можем провести полный курс адюванта, как мы это планировали. Именно поэтому глобально идея в том, чтобы перенести весь адювант на предоперационный этап, то есть на неодювант, вполне себе интересно, и мы имеем с вами вполне четкие критерии, почему действительно это имеет смысл. Мы можем раньше воздействовать на микрометастазы с помощью химиотерапии, то есть у нас не будет отсрочки во время операции, потом послеоперационный период. У нас большая вероятность сохранения дозы интенсивности, потому что осложнение в этой ситуации мы сможем лучше контролировать, и пациент будет более комплоентен. Теоретически мы должны получить улучшение R0-резекции, поскольку химиотерапия должна помочь уменьшить размер опухоли, ну и лучшая переносимость, то, о чем я уже сказал, тоже, безусловно, возможно, это так. С другой стороны, у нас есть и отрицательные стороны. Мы понимаем, что часть пациентов на стандартном химиолучевом лечении получит полный патоморфоз, и тогда мы будем этих пациентов перелечивать в неодюванте. У нас нет четкого понимания, в какой последовательности мы должны с вами в этой ситуации себя вести. Сначала химиотерапия, потом луч или наоборот. Ну и, в общем-то, оптимальная продолжительность и какая же схема все-таки лучше, у нас тоже на сегодняшний момент четкого ответа нет. И на эти вопросы попробовали ответить три исследования, которые были опубликованы в прошлом году, и апдейт в этом году был созвучен. Это исследование RAPIDA, Prodigit 23 и исследование Stellar, которое отдельно, надо сказать, что это была китайская популяция пациентов, входя в крупное многоцентровое исследование. Ну и давайте посмотрим, собственно говоря, о чем здесь идет речь. Что касается исследования RAPIDA, хорошее исследование. Здесь локально распространенный рак прямой кишки 920 пациентов T4a или T4b с наличием факторов риска, которые включали в себя N2, наличие переваскулярной инвазии, инвазии в мезоректальную фасцию или наличие пораженных латеральных лимфатических узлов. Пациенты были рандомизированы на две группы, либо они получали стандартное химио-лучевое лечение с капицитабином, потом хирургия и по показаниям адювант, или короткий курс 5 по 5 грей луча, и потом 6 циклов неодевантного стандартного Кейпекса, после чего, соответственно, операция. Ну, достаточно простой прямой дизайн, ничего сложного нет. И если мы посмотрим с вами на результаты, конечные точки были неудача в лечении и частота метастазирования, мы с вами можем увидеть, что в экспериментальной группе на 7% было меньше количество неудач в лечении и приблизительно на столько же меньше пациентов с отдаленным поражением. Что интересно, если мы посмотрим на нижнюю часть слайда, то вы увидите, что количество полных ответов было фактически в два раза выше в группе экспериментальной терапии на фоне кселокса, чем при стандартном химио-лучевом лечении. Тем не менее, если посмотреть на несуррогатные показатели, а на боли для нас важны, такие как общая выживаемость и локальное прогрессирование, в этой ситуации разницы в экспериментальной группе и стандартной группе не было. Почему это так? Ну, одно из возможных объяснений, если мы говорим про трехлетнюю выживаемость, то просто, возможно, прошло достаточно мало времени, потому что мы с вами все понимаем, что основная причина все-таки гибели наших пациентов – это метастазирование отдаленное, и, собственно говоря, отсутствие трехлетней прибавки трехлетней выживаемости возможно связано с тем, что в среднем, если мы посмотрим с вами на пациентов с метастазами, у нас средняя поддательная жизнь в районе двух-трех лет у таких пациентов, поэтому просто, возможно, мы не дожили до разницы. Второе исследование еще более интересное – Prodigy23. В общем-то, очень похожая группа пациентов, тоже Т3-Т4 по МРТ – рак прямой кишки, почти 500 пациентов, 90% имели положительные лимфатические узлы по данным МРТ, и 93% имели дополнительные факторы риска, такие как положительный циркулярный край резекции, лимфоскулярные инвазии, латеральные лимфоузлы или N+. И в этой ситуации две группы пациентов, одна из них тоже уже нам знакомая, стандартная длинный курс химии лучевого лечения с капицитабином, операция и по показаниям Адювант, или совсем нестандартная, непривычная для нас группа – это пациенты, получающие модифицированный фолферинокс. Вот, если честно, для меня не совсем очевидно, почему именно такая схема была выбрана. Собственно, в самом исследовании было написано, что поскольку это наиболее вероятно даёт оптимальное количество общих ответов, но на самом деле модифицированный фолферинокс с дозой рентекана 180 мг для рака кишки – это не очень стандартный подход, тем не менее, здесь именно он использовался. Дальше был длинный курс химии лучевого лечения с капицитабином, операция и ещё Адюван. То есть это самое интенсивное лечение, которое мы с вами можем себе в этой ситуации представить. Что интересно, что мы получаем здесь прибавку с точки зрения выживаемости без прогрессирования – 76% против 69% в контрольной группе. Опять же, мы видим явную прибавку удвоения фактически количества общих полных ответов – 28% против 12%. И опять же, порядка 7% мы получаем прибавку к выживаемости без метастазирования. Такой суррогатный показатель, который косвенно нам говорит о том, что эти пациенты имеют больший шанс на длительность выживания лучше. Тем не менее, если мы посмотрим на общую выживаемость, то опять же, трёхлетняя выживаемость не отличается. Опять же, естественным объяснением в этой ситуации может быть просто, что слишком мало времени прошло в этой ситуации. Тем не менее, подтверждения именно общей выживаемости у нас в настоящий момент нет. Ну и третье исследование. Опять же, очень похожая группа пациентов. Т3, Т4, Н+, рак прямой кишки. Китайское исследование. 600 пациентов. Это мультицентровое исследование. Стандартные 5 грей, 5 дней с кейпоксом, 4 цикла до операции и 2 цикла после операции. Либо стандартный длинный курс химиолочевого лечения и адювант. Полный адювант 6 циклов. Мы получаем, в принципе, интересные данные. Опять же, прибавку к частоте общих ответов 16 против 11%. Мы не получаем прибавки к выживаемости без прогрессирования. Тем не менее, вдруг почему-то мы получаем прибавку к общей выживаемости порядка 10%. Вот прокомментировать, что происходит с китайцами в этой ситуации я не могу. Но, тем не менее, эти данные у нас есть. При этом разницы с локальным рецидивом выживаемости без метастазирования у нас нет. Но тут, возможно, опять же, несколько объяснений. Одно из них, что это китайская популяция. У них все немножко по-другому, чем у других. Тем не менее, давайте попробуем сравнить, собственно говоря, все эти исследования вместе. Если мы посмотрим на среднее время наблюдения, оно приблизительно идентично. Если мы посмотрим на суррогатные трехлетние выживаемости, которые заключались в отсутствии метастазирования и неудачи в лечении, то, что Рапида, что Продиджи 23, да и там очень похожие таты в дельта в 7%. Но при этом в стеллере этой разницы мы не видим. Почти все пациенты, в отличие от группы, если мы делаем только адювант, у нас закончили весь цикл лечения 90% во всех группах. Очень важный, объясню почему потом, показатель все-таки частота общих ответов. Кажется, что он суррогатный, но в этом есть определенный смысл. Мы с вами видим, что фактически, что в Рапида, что Продиджи, очень похожие параметры 30% практически пациентов имеют полный ответ. Лично для меня здесь вывод очень простой. Ирина Текан здесь явно лишний препарат. Что на Оксале Платине мы получаем 30%, что на Фолфи-Фоксире мы получаем 30%. Наверное, Ирина Текан не самая лучшая идея. Ну и Стеллар, опять же, здесь тоже есть количество, прибавка количественная к общему полному ответу. Тем не менее, такая красивая, как в первых двух исследованиях. Что тоже важно, что короткий курс луча в Рапида не привел к увеличению локального рецидива. То есть, значит, мы не выигрываем длинного курса луча. Это надо помнить, что если вдруг мы с вами имеем выбор, и по каким-то причинам нам кажется, что нам длинный луч не сделать, тогда вполне себе неплохо сделать полный курс на его диванта и с коротким лучом. И такая же история в Продидже-23. Мы тоже с вами видим, особых преимуществ здесь нет. И Стеллар тоже это подтверждает. Короткий курс луча против длинного курса луча. Судя по всему, большой разницы нет, если мы делаем полноценную химиотерапию. Что еще интересно? Трехлетняя выживаемость в двух исследованиях общая выживаемость не имеет какое-то отличие. Еще раз говорю, мне кажется, это вопрос времени прежде всего. И Стеллар имеет. Опять же, не могу это прокомментировать, кроме того, что уже сказал. И если мы посмотрим на дельту трехлетнего выживаемости без прогрессирования, она очень хорошо коррелирует с верхней строчкой. Мы тоже видим, что и в Рапида, и в Продидже мы имеем 7% снижения риска метастазирования в этой ситуации. Давайте вернемся к вопросу очень важному, про полный ответ, почему это имеет значение. Я напомню, что есть очень крупный мета-анализ 2019 года, который включил в себя 880 пациентов с раком прямой кишки, которые имели полный ответ на предоперационном этапе лечения. И эти пациенты не были никогда прооперированы. Это те пациенты, которые пошли по watch and wait. То есть мы просто за ними наблюдали. Это огромная международная база данных. По-моему, около 60 клинических центров в ней участвовали. И что очень интересно, что пятилетняя выживаемость, ассоциированная с опухолью, составила 94% в группе без операции. То есть, другими словами, у нас есть достаточно большой процент пациентов, который, судя по всему, после химио-лучевого лечения будет условно вылечен вне операции. Частота рецидивов местных составила 25%. В этом исследовании это четверть всех пациентов. Тем не менее, это был локальный рецидив, который все-таки потребовал операции. Если мы посмотрим на общую выживаемость, кривую общую выживаемость, это правая кривая, то она больше похожа напрямую. То есть, другими словами, действительно, участие пациентов мы, возможно, можем не выполнять операцию и наблюдать. Единственное, что я сразу скажу, что вне крупных центров, это написано и в наших клинических центрах, во всех других, там, где невозможно за пациентом наблюдать каждые три месяца, такой подход сейчас не рекомендован. Мы не должны ни в коем случае этого делать. То есть, если все-таки у вас пациент есть с полным ответом и он не лечится в НМИЦ, то такого пациента в любом случае нужно оперировать. Как вывод, что мы можем с вами сказать? Тотальный неодевант – это вполне себе переносимый вариант лечения, который, судя по всему, может практически у всех пациентов использовать. У нас есть очень высокий уровень полных ответов. Фактически треть пациентов будет иметь полный ответ, если мы сделаем такой курс лечения. Похоже, что короткий курс 5 дней с полным курсом неодеванта ничуть не хуже длинного курса лечевой терапии с капицитабином. У нас есть достоверное снижение риска отдаленного метастазирования при использовании такого подхода. И, к сожалению, пока не хватает данных о прибавке к общей выживаемости. Самый важный вопрос, который для меня, например, в этой ситуации стоит, который я тоже озвучил, это как выбрать идеального пациента. Кто же эти люди, которые точно выиграют от тотального неодеванта? Ответ приблизительно вот такой. Я этот вопрос задал, собственно говоря, тому докладчику, который на АЭСМ это докладывал, и ответ был точно такой же. Поэтому, собственно говоря, мы не знаем, кто точно от этого выиграет. Но, тем не менее, эта опция у нас точно есть. И если у вас есть пациент, которому мы можем провести такой курс лечения, почему бы этот вопрос и не рассмотреть? Ну и, собственно, завершение. Давайте попробуем подумать, как поменялось ваше восприятие тотального неодеванта. Я, честно скажу, не ожидал, что у нас половина всех пациентов скажет тотальный неодеванта, это круто. Но, тем не менее, это значит, что здесь очень продвинутые люди нас слушают, и ничего нового, скорее всего, для них я не сказал. Тем не менее, давайте посмотрим, что у нас получается после обзора тех исследований, которые рассматривали этот вопрос. Голосуем, уважаемые коллеги. Голосование запущено. Сейчас будет забавно, если все убьют третий пункт. Зачем вообще нужно химитрожить? Голосование продолжается. Результаты? Вот так вот. Ну что ж, мне, с одной стороны, конечно, приятно, с другой стороны, однозначного ответа, правда, на этот вопрос нет. Поэтому я думаю, что и первый и второй вариант имеют право на жизнь. Действительно, мы можем пойти либо по тому, либо по другому пути. Спасибо большое. У меня больше особо сказать нечего. Буду рад вопросам. Спасибо. 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 Спасибо.